Не отвечайте на сообщения, потому что даже если этот человек будет мягко стелить, падать в итоге будет больно. И, конечно, самая лучшая защита – это нападение. И именно этим методом и будет пользоваться ваш мужчина. Комплексы – это желание в ваших глазах все равно возвыситься, где-то, может быть, даже самоутвердиться. И опять же, то неправильное решение, которое продиктовано страхом упасть еще ниже в ваших глазах, вот этот страх и подталкивает его сделать все таким образом, чтобы вы почувствовали свою вину. Ну что, начнем смотреть расклад. Всех приветствую. С вами канал Life for a Надежда. Сегодня мы посмотрим на темные колоди, его реальные действия, на которые он способен именно сегодня. Это то, что для него сейчас является тем шагом, который он сделает, тем шагом, на который он реально готов. Конечно, в силу определенных обстоятельств, в силу определенных мыслей. Поэтому вам нужно подумать о своем мужчине. Конечно же, располагайтесь поудобнее. Мы с вами начнем смотреть, что происходит между нами. Между нами, да. Между вами, наверное, кого-то уже чьи-то мысли прочитала. Итак, что здесь происходит? Ну, посмотрите, здесь вот кто-то откликнулся бы на помощь другому, и все было бы хорошо. Карта показывает, что здесь в отношениях должен быть или может быть найден повод, благодаря которому в этой паре можно будет найти какие-то общие знаменатели, какие-то единения. О чем-то договориться. Но только женщина здесь столкнулась с тем, что мужчина не совсем честный. Я не вижу, чтобы этот мужчина готов был признаваться. Я не вижу, чтобы этот мужчина готов был сказать, да, я был неправ, потому что он твердо, упорно, четко стоит на своем мнении и говорит, да, я прав. Да, это моя ситуация. Да, я это делаю, потому что, ну вот я такой. Таким уж я родился, таким меня воспитали, таким я сам себя воспитал. И, конечно, женщине такое поведение не нравится. То есть, во-первых, она понимает, чтобы мужчина с ней затеял какую-то свою игру. Во-вторых, она понимает, что это мужчина, ну, с которым уже столкнулась с первыми сложностями, и она понимает, что не так уж он и простой, не такой уж он простой, каким он был когда-то. Ну, не такой уж он и мягкий. А здесь мужчина проявил какую-то жесткость свою. Здесь мужчина показал вам, что в отношениях он может быть разным. Он может нежным быть, ласковым, но в то же время он может быть жестким и непробиваемым. Да, семерка мечей – это же карта предательства, это карта обмана. Тем более, это карта измены. И, конечно, здесь вы столкнулись с тем, что мужчина был пойман на каком-то вранье, или мужчина был пойман на какой-то очень некрасивой, щекотливой ситуации. И почему-то здесь я не вижу даже особых разборок, которые были бы в отношениях. Здесь однозначно будут девушки, девочки, женщины, которые оказались выше всего. И они просто не стали в этой грязи разбираться, потому что, ну, зачем влезать еще глубже, зачем еще больше чего-то узнавать, потому что того, что вы узнали, той информацией, которой вы владеете, этого уже достаточно за глаза. И ну зачем, да, зачем еще больше себя ранить или себя травмировать? Что у нас мужчина? Ну вот опять же, знаете, а мужчина говорит, я все равно прав был. А в моей ситуации вряд ли бы ты поступила бы по-другому. То есть мужчина здесь хотел бы, чтобы вы оказались, наверное, в его ситуации, я бы сказала, в его шкуре, чтобы вы почувствовали его намерение, чтобы вы почувствовали его аргументы. И он свято уверен в том, что вряд ли вы на его месте поступили бы по-другому. Действительно ли он прав? Давайте посмотрим. Ну здесь тоже, девочки, знаете, вот с какой стороны посмотреть карты показывают. В какой-то степени он был прав, но его неправота заключается в том, что он с вами не поговорил, девочки. Он не удосужился и не потрудился ввести вас полностью в курс дела. Что происходит? Ему проще было скрыть определенную информацию от вас для того, чтобы не потерять вас, я думаю, не ударить в грязь лицом самому. Думал, разберется, думал, справится. Возможно, я даже не исключаю того момента, что он думал, что вы об этом не узнаете, и все будет хорошо и спокойно. Ну нет, вы узнали. Вы узнали и для себя поняли, что дальше вот именно так продолжать вы не будете и не хотите. Ну зачем? Для чего? Когда человек во многом себя уже показал. Пусть это даже был единичный эпизод, но он максимально раскрылся. Давайте посмотрим его истинные мысли по поводу всей ситуации, что происходит, почему он так сделал. Девочки, он понимал, что у него другого варианта нет. Да, здесь мужчина, который нам показывает, вот я такой, да, я прав в моей ситуации, другой бы человек поступил бы именно так же. На самом деле здесь всему подоплека его собственный страх. Да, он растерялся, он испугался, его понесло. То есть первая какая-то реакция, вот обмануть вас, например, или хлопнуть дверью, уйти, чтобы не разбираться. Вот правильное решение для него, которое со страха было им выведено. Вот оно решение. Он его сделал. А уже потом, да, вот в следствии, а что будет дальше? А к чему это приведет? Это к нему пришло уже чуть позже. Конечно, он здесь тоже понимает, что ситуация закрутилась. Ну, вот просто мама дорогая. Он понимает, что в этой ситуации, конечно, стоило бы с вами все поговорить, обсудить. Конечно, вы бы в любом случае придумали бы какое-то решение, какой-то вариант. Но, девочки, он просто побоялся, что в этот момент он вас потеряет. Он просто боялся, что из этой ситуации вы выйдете красиво с гордо поднятой головой, а он будет оплеван, да, он будет в грязи. И это вот сбило его с правильного пути, поставило его на путь какого-то вранья, на путь каких-то, ну, ситуаций, когда человек оправдывается, да, когда человек выкручивается. И сейчас-то он понимает, что он сглупил. Мы смотрим истинные мысли. Не то, что здесь, да, его позиция, все, я прав. Потому что гордость, нежелание выглядеть, мягко говоря, таким вот обтекающим перед вами и заставляет его сейчас выдерживать такую линию поведения. А истинные мысли нам, конечно, говорят о том, что он понимает, что он сглупил, он погорячился, что он подвергся какой-то панике. Ну, или, знаете, говорят, вот состояние аффекта. Вот в этом состоянии был ваш мужчина, и что случилось, то случилось, а теперь приходится держать марку. Давайте посмотрим, действительно, вот в этой ситуации, на что он способен, реальные действия, которые в его ситуации он может совершить, и что он, конечно, будет делать. Ну, смотрите, девочки, реальные действия, на которые он сейчас способен, это выяснение отношений с вами. Знаете, вот так и хочется сказать. Будет звонить, не подходите к телефону, не отвечайте на сообщения, потому что даже если этот человек будет мягко стелить, падать в итоге будет больно. Потому что здесь у человека обида идет, ну, конечно же, на самого себя. Ну, конечно же, здесь надо прикрыть свою трусость, надо прикрыть свою слабость. И, конечно, самая лучшая защита – это нападение. И именно этим методом и будет пользоваться ваш мужчина. Конечно, это не призыв к действию, и я не пытаюсь сказать вам, девочки, ни в коем случае не отвечайте на его звонки, не пытайтесь открывать сообщения и с ним входить в дискуссию. Я здесь просто предупреждаю, что у человека внутри такой бунт. Конечно, это внутреннее противоречие. Это комплексы, это желание в ваших глазах все равно возвысится, где-то, может быть, даже самоутвердится. И опять же, то, вы знаете, неправильное решение, которое продиктовано страхом упасть еще ниже в ваших глазах, вот этот страх и подталкивает его сделать все таким образом, чтобы вы почувствовали свою вину, что это как бы не он такой на все 100% плохой. Да, плохой. Но он это сделал из-за вас. То есть вот попытка перенести все с больной головы на здоровую, для того, чтобы с одной этой стороны помириться. Здесь хочется взаимодействовать человеку. Даже если вы не окончательно здесь расстались, да, но между вами молчание, вы друг с другом не разговариваете. Заговорить, продолжить заговорить. А как заговорить? Признаться, сама мода, он уже много здесь чего сделал. И он уже держит марку человека, который во всем прав. Поэтому здесь не про признание речь. А вот действовать по отношению к вам, что-то, да, вот подтолкнуть вас на то, чтобы вы начали с ним продолжать взаимодействие, это, конечно, для него желанно. Да, ему хочется общаться, да, ему хочется продолжать. Но только не с момента, когда он заползает к вам на колени, на колени, и говорит вам, что прости меня, дорогая. Ну, а сделать всё брутально, всё, может быть, где-то жёстко, чтобы и вы почувствовали свою вину. Вот это, я думаю, то самое, что было бы для него идеально. То есть и он вышел сухой из воды, и вы немножечко уже притупили свой гнев, и не высказываете ему ничего, и общаетесь вы с ним снова, и впредь вы как бы будете уже готовы к тому, что он снова может, ну, пусть не так, как это было, но готовы к тому, что это может повториться. Почему я так сказала? Потому что тот человек, который однажды уже что-то сделал из того, что не делал ранее, во второй раз он к этому будет более готов. Ну, будет навык, да, у него будет опыт. Третий раз ещё легче и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы всегда набираемся опыта, повторяя определённые действия не один раз. И это, девочки, в любой абсолютно области, и в области искусства, в области работы, ремесла, но и в области взаимодействия с людьми. Я думаю, вы сейчас прекрасно понимаете, о чём я говорю, и какие его действия, которые он сделал первый раз по отношению к вам, могут ещё повториться, могут ещё повториться. Просто здесь мужчина даёт нам понять, чтобы вы понимали, кто перед вами, и что мало ли, ну вот он такой. В начале видео я вам чётко сказала позицию этого человека. Да, вот я такой, да, вот таким родился, таким я вырос. Что ещё вы должны знать о его реальных действиях, на которые он готов, или что он будет реально делать? Девочки, вы действительно здесь получите? Либо звонок, либо сообщение. Он будет действовать, потому что это не тот товарищ, который будет съедать себя, потому что чем дальше, тем больше он будет утопать. А это истинные мысли. Как бы он не пытался создать беззащитный барьер для самого себя, я прав и всё в порядке, эти мысли всё равно будут потихонечку его одолевать. И бегать от этих мыслей, конечно же, долго наш товарищ не сможет. И это будет его разъедать изнутри, как кислота, или как плесень, которая распространяется. Поэтому долго находиться в таком состоянии он не сможет. Реабилитировать себя в ваших глазах, ну вот не самым, конечно, красивым образом. Это да, это он попытается сделать. А дальше как получится, то есть карта, он будет смотреть по мере того, как будет развиваться ваше общение. Он будет смотреть на вашу реакцию и тут же на ходу придумывать какие-то нововодные. Я не вижу, чтобы здесь человек от вас окончательно отстал, девочки. Но не вижу. Это знаете как? Он исчез на какое-то время, потом появился снова. Он исчез и снова. Да, это могут быть поводы для того, чтобы появиться в виде праздников. Там Новый год, 8 марта, День рождения и разные другие праздники профессиональные, потому что каждый из нас имеет свой еще собственный праздник, помимо таких вот общенародных, да, скажем, общепринятых. И для него это труда девочке не составит, потому что ему хочется войти снова в вашу жизнь, быть во взаимоотношения, скажем так, с вами, но при этом легкими путями, при этом путями, которые не заставят его напрягаться, не заставят его прям вот наизнанку выворачиваться. В идеале, конечно, чтобы вообще ему ничего не делать и чтобы вы сама после попыток его с вами взаимодействия и вашего, допустим, отказа, вы потом поняли, а может быть зря я его оттолкнула, а может быть зря я ему не ответила, а может быть зря и какое-то время вы сама. То есть здесь показано, что в идеале, да, вот прям вот то, что ему нравится и греет душу, это он больше ничего не делает, а вы сама все сделали за него, вы сделали все своими руками вместо того, чтобы ему напрячься. Ну и, конечно, я поставлю такую, знаете, заставку дождя для того, чтобы вы могли подумать прямо над тем, что происходит специально, да, под звуки, которые для этого очень подходят, просто даже не закрывая расклад. И не забывайте, пожалуйста, подписываться, ставить лайки, а мы с вами скоро встретимся. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok